1 ноября это когда кладбище не закрывают И о медиокан они себе представили, что там всегда есть вечеринка, удовольствие Как можно сказать, это был их рай Почему бы не делать так, как показывают в фильме? Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos на канал Kiki Мексиканец И сегодня я хочу рассказывать о очень известном и не для всех понятном празднике Мексики День мертвых День мертвых Однажды я слышал, что называют этот праздник Мексиканский Хэллоуин И нет, это вообще не имеет ничего общего с Хэллоуином А я хочу, чтобы после посмотра этого видео вам становится гораздо яснее, что такое День мертвых День мертвых В этом видео будет, откуда появился этот праздник Почему сейчас девушки наряжаются как череп Откуда вот эта форма и этот образ Говорим о альтаре и его значения И то же, как мы отмечаем в современном мире этот День мертвых Начнем с тем, что с 2003 года ЮНЕСКО заявил, что День мертвых является нематериальным культурным наследием И кстати, очень интересно, что во время чемпионата мира на Красной площади хотели организовать маленький парад, посвящен День мертвых А люди очень плохо реагировали на это и, в конце концов, отменили парад на Красной площади Но все-таки организовали в павильон Мексики в гостином дворе Напишите, если случайно вы там были Этот праздник появился давним-давно Не сейчас, как мы сейчас отмечаем Но для этого нам нужно пойти на сад времени Примерно до Колумбовой цивилизации, мы говорим, когда Астеки и Мешики были, это примерно 1300 Один важный момент, что для цивилизации Мешиков и Астеки Они верили, что есть жизни после смерти Поэтому для них было совсем другое восприятие от смерти Ну, и, наверное, стоит напомнить, что эти цивилизации были очень жестоки И они верили в жертвование людей для бога Были такие, что они могут даже вытащить сердце И это как сами максимальный подарок, который можно делать богом У них было многочисленное богов Например, бог солнца, бог дождя, бог ветра, бог войны и так далее Очень интересный факт, это то, что астеки не верили, что есть ад Ирай, как потом католики нам научили В принципе, когда человек умирает, он попадает именно от причины его смерти Не важно, если он поступал хорошо или плохо в этом земле Астеки говорили, что есть четыре места, в котором они могут попасть после смерти Первое, это был Тлалукан А здесь попадают те, которые их смерть был связан с водой Другое место был Омедюкан, где там царит бог войны И туда попали все, которые умерли в войне Матери, которые умерли, пока рождают детей И те, которые были жертвой для бога войны или для бога солнца И Омедюкан, они себе представили, что там всегда есть вечеринка, удовольствие Как можно сказать, это был их рай Другое место был Чичиуахуако, и там попали младенцы И поверили, что там есть какое-то деревье, которое там дает молоко и кормит эти дети Чтобы они потом возвращались То есть, можно сказать, что они точно поверили в перерождение И последнее место, это Мектланд И, соответственно, это не очень радостное место Почему? Потому что там попали те, которые по естественней смерти Обычно старость И это было очень длинное и сложное путешествие в царство мертвых Интересно, что когда ацтеки похоронили свои родные Они похоронили с вещами, которые они используют И с вещами, которые могут понадобиться Потому что они знают, что после этого смерти Начинается длинный путь на перерождение И в путешествии в подземной мир Они должны делать какие-то подарки Поэтому им может пригодиться хлопок Или какие-то пледы И вот, это подземный мир Мектланд делится на 9 степенях Наверное, вы услышали о мексиканской породе собаки Не Чиуауа, а Шолоскуинкли Это красивая собака без волос Ацтеки поверили, что мертвы могут пройти Вот этот длинный путь подземного мира При помощи собака Поэтому, когда человек умирал Они тоже похоронили смесь собаку Чтобы он был его гидом В подземном мире была река И они верили, что без собак Человек не может исправиться И не может совершить свой путь Поэтому она была необходима Сейчас, если посмотреть со стороны Конечно, жалко, что они жертвовали собак Идем дальше времени Наступает 16 век, когда приезжают испанцы В то время, конечно, не было такое понятие, как Мексика А испанцы назвали Новая Испания Эту территорию И, понятно, мы потом поменяли на Мексику Спустя много-много лет Для ацтеков было очень важно чувствовать, что их предки рядом И поэтому три раза в году они сделали ритуал Понятно, испанцы уже в Америке И они понимают И что получается Они начинают объединять католизизм И вот этот древний ритуал И вот объяснение, почему День мертвых есть в Мексике, а нет в Испании В Испании был День всех усопших верных И сбор всех свят Это католические праздники И испанцы, видя, что ацтеки есть такие ритуалы Они решили все это объединить И таким образом решили, что 1 ноября Это когда дети приходят на землю И 2 ноября это когда взрослые На данный момент День мертвых это праздник Это напоминание людей, которые мы любим И они уже не среди нас Это такой момент, когда ты можешь хотя бы раз в году оставить, чтобы вспомнить Когда ты учишься в мексиканском школе Всегда есть конкурс на стройку альтар мертвых Это такая структура разными степеньками Которая отличается от регионов Некоторые говорят, что каждый степень Это какая-то этап из подземный мир И кстати, эти альтари не только строим в школе Тоже дома Обычно, если у человека нет возможности пойти в кладбище Чтобы провести время там Это можно дома делать Такой маленький, аккуратный, но очень красивый альтар Теперь очень коротко объясняю, какие необходимые элементы мы найдем в альтаре Как мы говорили Мы с лепецками этого цветка Мы построим путь Это как гид Чтобы наши упокойные могли попроще найти путь Также свечки Они как указатели Соль очень важный, чтобы очистить душу И мы нарисуем крестики с солью И здесь, понятно, есть явление католики И также это означает, как рост ветров Чтобы мы знали, где юг, север, восток, сапог В этот день фрукты очень важны И даже между людьми подарят эти фрукты Вода немаловажна, чтобы наши покойники не испытывали жажду А можно, если он уже был взрослым, что-то покрепче там добавить И кроме того, у нас есть папель пикадо Это многоцветная и радостная ручная работа Которая нам дает вот это чувство праздника И приветствовать ветром И у нас есть очень интересная булочка Панды мертвых, хлеб мертвых Но успокойтесь, это тесто мы уже давно не делали Вот это жертвование Поэтому просто осталось такое интересное название Это очень вкусная булочка Которую можно найти только в октябре и ноябре И у этого булочка напоминает, что сверху косточки И сейчас мы перейдем на очень важный момент Слово калавера Череп Калавера у нас бывают три вида Первое это череп сахар В течение этого праздника Тоже сезонный продукт Люди делают череп из сахара А очень интересно, что на лбу Можешь написать имя упоминающего человека Или имя другого человека Который еще жив И ты можешь подарить как напоминание И при этом люди не обижаются Что ты подаришь ему череп Который есть на лбу его имя Как будто тебя ждет И так же бывают шоколада И другие ингредиенты Эти черепы нам необходимо тоже поставить в алтар Дальше в алтаре мы поставим фрукты И еще на высшей степени Мы готовим самое вкусное блюдо Которого любила этого человека В Мексике очень часто это моле Это как мексиканский острый шоколад И очень вкусно рис И конечно в последней степени Это будет фотография этого человека Который мы посвящаем целый алтар Обычно мы очень заняты Но 1 ноября это когда кладбище не закрывают Люди пойдут, чтобы там встретить Проводить весь ночь с упокойными Чтобы поговорить Чтобы поделиться любимой едой Петь, вспоминать Потеря человека это очень грустно Но этот день это напоминание Когда можешь самые счастливые моменты Можешь поделиться, немного поговорить Некоторые источники говорят Что в 1859 году Это когда была эпидемия И государство начало построить кладбище И чтобы было все хорошо Они заказывали, что в этой кладбище 1-2 ноября должно быть много цветов Для нас, мексиканцы, цветок смерти Это флор де Сен-Пасучи И для меня было очень интересно Видеть, что в России есть такой же цветок И здесь наряжают когда весну И время прошло И мы сейчас находимся в 1913 году Когда Хосе Гуадалупе написал Ла Катрина Уверен, что в то время он никогда не подумал Что его творчество становится Как чудный знак День мертвых в Мексике Он в то время назвал Calavera Garbanzera Что означает Calavera, который продают Турецкий горох Он, когда написал эту картину Хотел показать лицемерное сообщество Извиваться от всей ошибки политической Которой было в то время Но посмотрите Есть очень интересный деталь У нее есть французский sombrero Французская шляпа Эти шляпы были очень популярны Среди богатых Которые еще включают Перья страуса Безумно дорого Этот череп не стал таким известным Пока Диего Рибера Один из самых важнейших художников Мексики Не включил на его творчество Которое называется Сон о воскресенье вечера в парке Аламеда Эта картина великолепна А мы теперь из Calavera Называем Катрина Это женская форма от Катрин И Катрин это примерно как Франц То есть очень элегантный человек В 1947 году Диего Рибера сделает Эта прекрасная картина Где есть очень интересные детали Во-первых, мы видим, что это автопортрет Потому что там Диего Рибера себя рисует Тоже есть Хосе Посада Креадор, издатель вот это Calavera Garbanzero Катрина теперь А там тоже есть Фрида Калу рядом с ними Если вы смотрите, там интересно, что у этой Катрина Она голая, то есть она в виде косточки И это хотело показать, что она видная Но такая шляпа шикарная Чтобы напомнить Это контраст И там у них было тоже как смешно Для ним казалось, что в это время Было очень сильно предпочтение к европейцам Поэтому такая французская шляпа Таким образом он хотел показать Как ему было смешно Что люди не хотят принять свои индийские кровы И несмотря ни на что Они пытаются быть похожим европейцам И нам настолько понравилось это творчество Что мы хотим показывать этот образ И обычно на День мертвых люди Оважают одеваться как Катрина, девушка Или Катрин, если мужчина И, кстати, это я, мой образ Несколько лет назад Пожалуйста, пишите в комментариях, если вам нравится Дальше у нас есть литературные Calaveras Литературные черепы Очень странно звучит Но это были эпитафии Это были стихи юмористические Когда люди начинают писать Известным людям Обычно это люди, которые еще живые И это как они встречаются со смертью Ну и как вы видите в течение всего видео Как этот праздник поменялся Я еще одно хочу вам сказать В 2016 году решили сделать Первый парад День мертвых в столице Город Мехико А это было очень смешно Потому что в 2015 году В фильме 007 спектр Они решили делать карнавал И вот это карнавал, который не показывали Если вам понравилось это видео Пожалуйста, ставьте лайк Если вы еще не подписывались Делайте сейчас Ваша поддержка мне очень важна По факту он не существовал Был другим образом Он был в кладбище Но не в таком стиле И люди так понравились Которые решили У нас классный праздник У нас уже есть костюмы У нас есть и музыка Все у нас есть Почему бы не делать так, как показывают в фильме И после этого фильма В Мексике Сделают огромный карнавал Это потрясающе Где огромный череп Все очень элегантно Все очень красиво Танцуют Поют Здорово Это чтобы вы поняли Что живем в глобальном мире И просто нужно адаптировать И принимать Дорогие вещи Которые другие нам советуют Также Если вы посмотрели фильм Коко Наверное не какие-то детали знакомы Хотя на испанском это Коко Не Коко Ну ладно, это другой Ну конечно я хотел более подробно Объяснять немного истории Потому что Как вы видели Есть какие-то Немного Жестокий момент Которые в этом фильме не показывают Но Это тоже Очень креативный Очень красивый мультик Который очень радостно Показывает Этот праздник И пожалуйста Напишите Если вам понравилось Я правда Постарался сделать Как можно короче Но при этом Давать какую-то суть И чтобы вы могли понять Как все Праздник развивался Я очень надеюсь Что наверное Ваши понятия О День мертвых Изменился К лучшему Очень надеюсь Если у вас будет возможность Посещать Мексику 1-2 ноября Я уверен Что вы будете в восторге Это уникальный праздник Потому что Этот праздник Нам говорит Что наши родные Которые же не среди нас Будут всегда рядом с нами Пока мы их помним Пожалуйста Пишите в комментариях Что было самое интересное для вас Если вы нашли это видео полезным Пожалуйста Поделитесь на ваши соцсетей Я буду весомно рад Потому что Правда Очень сильно старался Чтобы было практично Попробовать Сказать все эти детали И кстати В этот день Раньше дети Тоже ходили И попросили Calaveritas Обычно Раньше это было Какие-то фрукты Это не Trick or Treat Как сейчас Хэллоуин И нужно страшно Наряжаться Нет Это было красиво И они просили Конфеты Теперь вы знаете Почему в Мексике Все ходят череп Кстати я вам хочу показать Мой футболку Это череп И как вы видите В Мексике У нас очень хорошее Отначение к черепаме Поэтому Вы можете найти Очень красивые сувениры В таком стиле Если вы досмотрели До этого момента Спасибо вам огромное Вы молодцы Берегите себя И увидимся Совсем-совсем скоро Адиос, amigos И Фелиз Дя Де Маэтольс Шнёр мёртвэх СВЕДА Эligen ЧАЕЙ viene Тая Тая ketая Тая Продолжение следует...